13 июля в игре player announce battlegrounds выходит обновление патча 18 и 2 в 11 30 маска уже можно будет играть в этом патче мы увидим новую девятую карту 8 на 8 километров на которой можно будет играть от 3 и от первого лица соло дуо и отряды боты также могут появиться на этой карте а такие замечательные вещи как ракетница dp28 сайга 12к g36 c qbz qb у к 2 бомба липучка миномет винтовка рысь и прицел 15x всего этого добра на этой карте не будет на карте дэстон будет огромный мегаполис болото концертная площадка на открытом воздухе плотина арена и многое другое также на этой карте будут вспомогательные предметы которые будут находиться в специальном слоте который нельзя будет не поменять не выкинуть вспомогательные предметы не будут иметь веса все будет находиться специальным отведенным для них месте в инвентаре будет специальная ячейка это будет модуль жумара на котором можно будет подниматься по веревке либо же спускаться вниз на карте будут небоскребы а также внутри некоторые зданий тоже будут веревки по ним она будет подниматься либо же спускаться во время спуска можно будет зажимать shift чтобы спускаться быстрее если кто-то веревку уже занял вы не сможете ей пользоваться также в любой момент можно будет отцепиться от веревки ну и понятное дело что это опасное занятие на веревке вы сможете стать легкой добычей для меткого врага Также у вас будет еще парашют, которым можно будет пользоваться во время катки на этой карте Destin. Можно будет прыгать с небоскребов, просто с какой-то высоты, либо же со специальных вышек, на которые можно будет забраться только этими жумара. На вышки связи можно будет забираться быстрее, ну и в принципе они предназначены только для того, чтобы вы с них на парашюте куда-то быстрее добрались. Но очевидно, что парашют будет больше внимания привлекать. Также для дронов будут доступны специальные места, где можно будет полутаться только при помощи дрона. Также будут еще специальные механики ключ-карта. Ключ-карты будут появляться по всей карте. Они будут собираться в одну ячейку в инвентаре. Ими можно будет открывать всякие нычки. При открытии дверь будет всегда открыта, ее нельзя будет закрыть. Всем будет понятно, что там кто-то уже либо был, либо есть. Также будет еще бензоколонка. На ней можно будет заправляться, а также можно будет ее взорвать. У бензоколонки есть свои ячки прочности. Если в бензоколонке нанести достаточно урона, она начнет там гореть, трещать, пыхтеть. И через небольшое время взорвется. Если продолжать в нее стрелять, то до взрыва она доведет себя быстрее. На бензоколонке можно заправляться бесконечное количество раз. Радиус, на котором вы можете заправляться 5 метров. Для того, чтобы можно было заправить транспорт, у транспорта должно не хватать определенное количество топлива. Сколько именно не написано, поэтому проверяйте. Новое оружие О-12. Это скорострельный дробовик с большим барабаном, магазином, обоймой. Называйте как хотите. О-12 будет появляться по всему Дестину. Ячейка оружия, основное оружие, боеприпасы 12-й калибр пули. То есть это дробовик, который стреляет не дробью, а пулями. Урон у него 100. Дульная скорость 625 метров в секунду. Скорострельность 480 выстрелов в минуту. Прицелы можно будет только коллиматоры на него вешать. Также цевьё и все дульные насадки, кроме чока и утконоса. На новой карте также будет и новый транспорт. Аэроглистер. Название сложное, но какое есть. В общем это транспорт, который передвигается на воздушной подушке. Он может ездить по земле, также ездить по воде. По воде он разгоняется до 125 километров в час. По земле до 76. Также он может подпрыгивать, вмещает в себя 5 человек. Водитель стрелять не может. Очков прочности у этого ведра 1200. Броня 5. Надеюсь как в батлфилде он не будет ездить по домам, по небоскребам. Также насколько я понимаю, Destin можно будет выбирать отдельно и играть только эту карту. Это будет режим рекомендуемая карта. А остальные карты это будет основной режим, обычный матч. Эрангель, Мирамар, Таэга, Санок и Парама, которые заменят на Каракин. То есть там будет рандомный выбор карт из перечисленных, а на рекомендуемой карте будет Destin. Ну а если вы ранговый режим выберете, у вас будет Эрангель, Мирамар, Таэга. Также на карте Мирамар будут улучшения ландшафта, для того чтобы приятнее ездить по этим колдоебинам. Улучшение зданий, качество интерьера и экстерьера небольших коттеджей и складов улучшится. Ну и рекламные щиты заменят. Также добавят Оазис и вокруг него транспорт. Еще и на карте напишут, что это Оазис, чтобы вы знали где он. Также изменение появления транспорта. Скоростное купе РБ будет появляться чаще, на большем количестве карт и в большем количестве режимов. Остальных машин будет меньше, ну поскольку этой будет больше. Что-то там изменят на консолях, очень много писанины, я это даже читать не буду. Это вы можете сделать и сами в группе ВКонтакте PlayerUnknown's Battlegrounds. У меня же консоли никогда не было, мне лень даже читать. Еще нас ждет билет выжившего Destin. Надеюсь там будет что-то интересное и прикольное. По картинке, по скриншоту вижу, что там стилистика, какие-то там шляпы, тряпочки, платья, кожа и так далее. Ну посмотрим, будет ли что-то интересное. Также нас ждет новая система, мастерская. В этой мастерской можно будет создавать свои скины из своих материалов. Также можно будет создавать скины, которые уже перестали продавать, либо из прошлых батл пассов. Звучит круто и интересно. В этой новой механике, а именно в новом разделе магазина, можно будет покупать новые коробки и новые ключи. Они здесь двух видов, за бпшки и за джекоины. Из них будут падать различные материалы, новая какая-то валюта. И из этого всего мы будем собирать какие-то скины. Сильно подробно рассказывать не буду, поскольку там целый рулон текста на полкилометра. Патч очень огромный, я и так пытаюсь вам рассказать максимально сжато, и чтобы было интересно, и вы не уснули. Чтобы видос не растянулся на 40 минут, поскольку вы и так все увидите, когда зайдете после патча в игру. Основные материалы, которые здесь будут использоваться, это оттиски, ваучеры и кредиты. Также можно будет покупать ключи и коробки. В общем и целом, покупаем коробки и ключи, открываем коробки, получаем материалы, из них делаем свои скины. В принципе, как-то так. Больше всего мне понравилась следующая такая встроенная механика в эти коробки. Если вы не получили в сундуках оттиск набора 4 раза подряд, вы гарантированно получите 1 оттиск набора при следующем открытии сундука. Такие механики очень нужны в открытии коробок, потому что ты много раз открываешь эти коробки, либо тебе падает повторение, которое у тебя уже 300 раз есть, оно супер не очень, либо падает какой-то тебе материал, из которого ты ничего не можешь делать. Так или иначе, такие механики нужны. Но как это в общем и целом будет работать, посмотрим, когда патч выйдет. Надеюсь, это будет очень интересно. Также там будет еще особое создание, в котором можно будет создавать комплекты костюмов. Особые материалы, жетоны ремесленника будут использоваться в этом всем деле. Ну и в следующих патчах эти коробки в этой новой механике будут добавляться. Эта механика будет расширяться и улучшаться. Ну и для того, чтобы нормально как-то что-то создавать, нужно все предметы разделить на уровни. Об этом тоже разработчики описали. Про уровень предмета. Уровни предмета будут скорректированы в зависимости от качества каждого предмета в игре, сложности его получения и многих других факторов. В общем, там очень все сложно. Посмотрим, как они там растусуют все эти предметы по уровню. Также будет улучшение мастерства владения оружием. Будет расширен список рангового мастерства, чтобы мотивировать наших уже достигших максимума игроков. Ну и будут еще добавлены незаменимые награды. Будет переработка статистики. Система ранга эксперт. Система универсальных талисманов тоже будет изменена. Теперь талисманы будут выдаваться не на оружие, а грубо говоря на вашего персонажа. Будет добавлен также магазин талисманов, чтобы вы смогли за БПшки купить талисманы, которые уберут. Баланс БП будет изменен. Обновили формулу получения БП в награду за матч, чтобы сократить разрыв в количестве получаемых игроками БП. Также по поводу производительности тоже будут какие-то улучшения. Но первое улучшение это что-то для консолей. Второе это для слабых компов. Немного снижено использование ЦП для всех видов транспорта. Когда на экране много транспорта, то слабые компуктеры будут реже задыхаться. Ну и третье. Уменьшено потребление памяти за счет перебрасывания кэш-памяти на физический движок при переключении между картой и лобби. В результате вы можете сэкономить от 30 до 50 мегабайт в зависимости от карты. Ни черта не понял, но очень интересно. Ну и целый рулон исправления ошибок, который я даже не буду читать, поскольку я начал попробовать что-то там почитать. Ни одной ошибки такой я в жизни не видел. Что-то там исправляли, молодцы. Патч огромный, много всего интересного, все хочется попробовать. Уже хочу поиграть в это. Пишите в комментариях, как вам новые патчи в пубге. Я знаю, что за все время не все патчи принесли кайф игрокам. Но так или иначе игра еще живая. С вами был Варчик. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачного дня. Пока.